МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Люди веками ведут спор о соотношении дел и веры. Что должно превалировать, что важнее? Человек помолился, попросил помощи у Бога. Что происходит дальше? Действует ли Бог чудесным образом, а человек бездействует? Или происходит наоборот? Или есть какой-то секрет особого соотношения действия этих двух сил? Сегодня об этом мы говорим с гостем нашей программы Владимиром Ивановым. Здравствуйте, Владимир! Вы особенный человек, и я сразу хочу представить вас как руководителя программы «Дышите свободно». Это проект, который помогает людям оставить зависимость от курения. Расскажите немного о том, как вы стали руководителем этого проекта. В прошлом я сам курящий человек. Однажды в какой-то момент я задумывался об этой проблеме, о весомости этой проблемы, захотелось жутко изменить свою судьбу, стать некурящим человеком. И события в моей жизни таким образом складывались, что я стал искать определенным каким-то способом избавиться от этой зависимости. Но ничего не находил, и в минуту отчаяния, наверное, когда я понял, что я не способен справиться с этой проблемой, я обратился к Богу. Я попросил Его о помощи, на тот момент совершенно Его не зная. И Господь мне ответил, но не каким-то чудесным избавлением. Сверхъестественным. Сверхъестественным, да. Он мне помог это сделать с моим участием. Непосредственно, чтобы и я также прикладывал определенные усилия, но усилия не мучительные, как многим представляется, а я испытывал удовлетворение даже от самого процесса освобождения. И тем слаще и, наверное, приятнее мне был сам факт того, что мне теперь не нужны... Ну а что это были за усилия? Надо было куда-то идти, что-то делать, или что-то определенным образом думать, внушать. Какие усилия ожидал Господь, что то, что Вы сделали? Программа «Дышите свободно», которую я впоследствии стал проводить, она состоит из информационного наполнения. То есть в ней есть та информация, которая помогает понять природу самой никотиновой зависимости. И также содержит очень такую богатую рекомендательную базу. То есть каждый участник на программе «Дышите свободно» он должен следовать рекомендациям, и только в этом случае он может рассчитывать на успех. То есть Вы договариваете то, о чем молчат табачные компании при рекламе сигарет, и человек уже принимает осознанный выбор, будет он этому следовать или не будет. И для тех, кто уже принял такой выбор, Вы даете конкретные рекомендации, как это делать. Да, уже тогда у вас стоит вопрос, а что нам делать, если мы хотим... И Вы сами прошли этим путем? И я сам прошел этим путем. Но в таком случае у меня возникает вопрос. Если все равно Вы сами шли этим путем, решение принимали Вы самостоятельно, то какова же роль Бога и вот этой молитвы, которую Вы обратили к Богу? Ведь если Бог, как говорится, взял в свои руки этот вопрос, многие считают, что чудесным образом должна была зависимость от Вас отойти? Такие случаи тоже есть. И я слышал от людей, которые по одной только молитве избавлялись не то что от курения, а даже от более сложных форм зависимости наркотической. Вот чудесным образом не хочется и все. Чудесным образом, да. Но мой случай нисколько не хуже, если посмотреть и сравнить. Дело в том, что, наверное, Господь поступает не всегда стандартно. Он сам определяет, кому какая помощь потребуется. Если некоторым нужна именно такая помощь, что человеку просто уже не требуются какие-то вещества, от которых он зависел, то в моем случае, наверное, если бы было ко мне такое применительное, то я, наверное, бы и не стал бы потом другим людям помогать. Кроме того, сам процесс, как я уже сказал, он был для меня не столь обременительным и я не испытывал каких-то мучений. Хотя трудности были, но я с ними справлялся с улыбкой на лице. Вот здесь может возникнуть вопрос о характере Бога. Кто-то задаст вопросом, почему одним дается вот так сразу и вдруг чудесным образом избавление от какой-то зависимости, вы сказали, даже от наркотиков, алкоголя, не то что от курения. А кому-то нужно для этого прикладывать усилия. То есть нет такого конкретного совета, что вот ты помолись и дальше делай вот это. Или наоборот, ты помолись и ничего не делай. Невозможно... Есть даже попытки, наверное, со стороны человека особым образом помолиться. Знаете, сказать какие-то фразы, которые удачным образом начинают работать. То есть даже стараются... Вот вас, наверное, спрашивают часто, расскажите секрет молитвы для избавления от табакокурения. Есть ли такие вопросы? Да, но я, наверное, разочарую в этом случае, потому что я сказал просто. В минуту отчаяния человек не думает, не изобретает, он просто изливает то, что у него на сердце. И в тот момент, когда я поднял голову к небу, у меня были простые слова. Я не думал о том, что нужно особым образом или по какой-то стандартной форме обращаться. Я просто сказал о том, что чувствую, и я сказал, Господи, если ты есть, просто помоги, и все. И я не думаю, что сторонники именно заучивания каких-то особых фраз. Да, вот есть даже такие специальные молитвословы, и там вот ты их листаешь, там написано за женское здоровье, от зубной боли, от табакокурения, от алкогольной зависимости. Есть какая-то, так сказать, схема. Ну, я, наверное, как раз не вписываюсь ни в одну из них. В мой случай как бы не входит в канон таких-таких представлений. Ну, а вообще, как Вы относитесь к тому, что молитва должна быть какой-то, допустим, выученной или особенной, там, с особенными словами? Ну, я думаю, знаете, мне представляется молитва, это все-таки форма общения. Господь слышит, когда человек к нему обращается и когда изливает то, что у него на сердце. И здесь главная искренность, наверное, вот если уж смотреть на какие-то правила, то, наверное, нужно быть искренним, надо осознавать, кому мы обращаемся. И даже есть заповедь о том, чтобы не поминать Господа в суе, да, то есть это должен быть ответственный шаг какой-то. Это должно быть осознание, перед кем мы тогда стоим, если мы начинаем обращаться. Это царь царей, но при этом здесь не должно быть и тени какого-то, или лукавства, и должна быть искренность, нужно чистое сердце. Но вообще в обществе достаточно распространено сейчас такое отношение к молитве, как немножко к заклинанию. Я думаю, что это неверно. Что скажи какие-то нужные слова, и это сработает. Мне кажется, в этом случае человек выступает манипулятором даже, что очень опасно. То есть нужно обращаться своими словами лучше к Богу, как вы сказали, искренним. Да, нужно быть искренним и понимать, наверное, субординацию какую-то. И вопрос, кстати, заученных вот этих заклинаний, это больше уже где-то к язычеству, когда там нужно было произнести определенные слова, чтобы это сработало. В вопросе с живым Богом, который единственный только существует, важен, как вы уже сказали, вопрос общения. Я думаю, даже представляю это отношение отца и сына. Вот если бы ко мне мой сын подошел бы и начал какими-то формулировками определенным образом влиять на меня, я не думаю, что я благосклонно бы относился бы к таким просьбам. И в отношениях с Богом он читает сердце, он знает, о чем мы думаем действительно. И если наши слова не соответствуют нашим замыслам, это и называется определенным образом... Обман перед Богом. Ну да, здесь уже неискренность. А вот такой вопрос. Некоторые люди говорят, я бросил курить, я не верующий, я не молился, но я, тем не менее, бросил курить. И такие случаи есть. Ну, здесь имеет место как-то воздействие Божье, рука Божья? Или это совершенно протекает абсолютно где-то отстраненный такой процесс? Ну, если человек не знает о том, что ему была оказана помощь такая добродетельная, это не значит, что ее не было. Так значит, все-таки, даже если человек не помолился, это значит, все равно ему была оказана помощь? Ну, в Священном Писании есть удивительные слова, которые характеризуют Бога. Сказано, что Господь поднимает солнце как над верующими, так и над верующими, и дождь проливает как на праведных, так и на неправедных. Он посылает благословение всем. Надо понимать, что это благо, и благо, а источник всех благ – это Бог. Поэтому, если человек вдруг по каким-то причинам пришел к такому умозаключению, что курение ему не нужно в жизни, то я не думаю, что это обошлось без влияния Святого Духа. Другое дело, что сам человек этого не осознает, но и здесь Господь удивительным образом проявляет себя. Он от того, что человек в ответ ему не воздает благодарность, не отнимает это благословение. То есть он не обижается на это. Да. Мы знаем пример из Евангелия, когда только один из прокаженных вернулся Господу и поклонился Ему. Из исцеленных им. Да, из исцеленных им. А остальные не значит, что потом к ним снова прилипла проказа, и они оставались в проклятии. И Господь их освободил и не требовал ответ. Понимаете, ведь ответная реакция – это проявление взаимности. Она не может быть продиктована, она не может быть в принужденном каком-то состоянии. Это должно быть естественным образом и, конечно же, через осознание. Просто человек не знал, что Бог ему помог. И думаю, что в этом случае все равно слава Богу, что этот человек бросил курить. Вот в вашей истории вы сначала пришли к Богу с нуждой, чтобы Он помог вам оставить эту привычку. А потом, впоследствии, когда Он уже это сделал, вы подружились. Вот такая схема, что Бог сначала помогает, а потом человек становится другом Бога. Она работает? Она видна в Священном Писании, она и работает, и мы можем увидеть, как Господь, скажем, инициатором выступает в завязывании самой дружбы. Он первым шагает, Он дает определенную... Помощь какую? Помощь оказывает, исцеляет. Христос сначала исцелял, потом собирал тех людей, которые были Ему благодарны, и рассказывал о Царстве Небесном. Апостолы также собирали потом на площадях много людей, которым приносили, значит, даже на носилках приносили. Он их исцелял, но после этого неизменно звучала проповедь. Думаю, что эта схема как раз и прослеживается. Это нормально. Но еще Бог, Он ведь не принуждает, что вот я тебя исцелил, теперь ты обязан со мной дружить. Он дает каждому свободу. Это тоже характеризует Бога как дарителя свободы, скажем, самого автора свободы и дарителя ее. Он не обязывает, Он предлагает и дает человеку право отозваться или проигнорировать. Вот это удивительное такое осознание, оно еще больше как-то привлекает. И само собой разумеется, что трудно устоять перед таким предложением. Да, перед таким предложением. Владимир, а на ваших программах «Дышите свободно» у вас ведь есть духовная составляющая вашей программы? Да. Вы рассказываете о Боге. Ну, как любой христианин, он не может не говорить о Боге. Я так или иначе тоже говорю о Боге, но никого не тяну никуда, не обязываю людей. Я просто им рассказываю о том, что я знаю. И это не вызывает какого-то противодействия, если человек услышит об этом, и при этом он не обязан каким-то образом отреагировать на это, он достаточно легко к этому относится. То есть, если человек жаждет, если хочет знать, то вы ему такие знания предоставляете. А вообще, велик процент людей, которые в ваших программах, когда вы предлагаете духовную составляющую процесса освобождения от никотинозависимости, то они после этого начинают интересоваться не только тем, как я могу бросить курить, но и тем, кто мне помогает, какова его личность, каковы его принципы. Сдают духовные вопросы. Вы знаете, я здесь уже, наверное, даже не вправе этот вопрос держать под своим контролем. Ведь моя задача рассказать, посеять, а уже взращивает Бог. И дальше как бы это переходит, наверное, в прерогативу именно отношений Бога с этим человеком. Это может быть даже какая-то интимная составляющая, в которую я не внедряюсь. Но я очень сильно надеюсь на то, что когда люди услышат определенные истины из Священного Писания, они каким-то образом еще раз вернутся к этим словам, они запомнят их. Они пригодятся им в жизни, чтобы таким живым действием на своем. Ведь информация удивительная вещь. Информация, она не может, она хоть и не ощутима, но она не может не оставить следа. Попадая в наше сознание, она производит определенные перемены. Сама программа «Дышите свободно» тоже ведь в ней исключены всякие терапевтические методы. То есть в ней... Это чисто убеждение и информация. Да, это убеждение и информация. Там нету никаких гипнозов. Вы обращаетесь к разуму человека, к свободному, к возможности свободно выбирать человеку. Да, совершенно верно. И ведь как в Библии сказано, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Правда, там есть дальше еще предложение, кто это истина. Это Господь сам истина, да? Но в вопросах никотиновой зависимости тоже надо очень знать саму истину, потому что многие люди просто убеждены, что это в определенных моментах им помогает. Слава Богу, что есть такая программа, которую вы проводите. Скажите, вот сколько уже на вашем счету таких программ? Сколько вы этим занимаетесь? Ну, это уже десятки программ. Я занимаюсь это уже на протяжении шести лет, этой программой. Достаточно наработан большой опыт. Есть ли люди, спасенные от зависимости, которые приняли решение и следуют этому пути? Да, и мы поддерживаем отношения со многими из них, пытаемся, может быть, иногда перезваниваться, узнать, как дела. И даже устраивали такое общение общее из разных программ. Люди собирались и рассказывали, как они прожили вот тот временной промежуток после программы. Это очень такое благословение, такое удивительное общение. А скажите, эта программа, она самого вас вдохновляет? Ведь не все бросают курить? Или все после этой программы? На самом деле процент очень высок. Я даже стараюсь людей привлечь к решению этой проблемы через такую фразу, как «я гарантирую результат». Потому что на самом деле очень много людей, уже заканчивая программу, чувствуют себя уверенными в том, что они будут и дальше жить жизнью некурящего человека. А для вас, для самого, это вдохновляет? Это тоже результат? Это окрыляет просто. Потому что на самом деле нет ничего большего удовлетворения, что приносит, когда видишь плоды своих усилий каких-то. И усилий тех людей, которые некогда были, может быть, столь пессимистичны, что не верили вообще в вероятность разрешения этой проблемы. Ведь многие убеждены, что для них это закрытая тема. Они никогда не смогут быть некурящими людьми. И спустя всего несколько дней у них совершенно по-другому они смотрят на эту проблему, они себя чувствуют способным, их самооценка растет. Это удивительно. И это вновь и вновь подстегивает для того, чтобы совершать эту проблему. Таким образом, Владимир, вы являетесь своего рода руками Господа. Господь сказал, что когда я приду на землю, я пришел для того, чтобы освободить узников из темницы. Вы являетесь теми самыми руками, которые отмыкают ключи и выпускают людей с территории никотиновой зависимости. И, надеюсь, в зависимости также от других каких-то привычек, что человек может пересмотреть всю свою жизнь. Спасибо вам огромное. Я желаю вам дальнейших успехов. И чтобы те крылья веры, которые у вас есть, те крылья вдохновения, о которых вы говорили, чтобы они всегда вас возносили к Господу. Спасибо вам огромное. Спасибо. Дорогие друзья, если у вас есть такое благое желание освободиться от никотиновой зависимости, обязательно молитесь, обращайтесь к Богу за помощью. Также я предлагаю сделать вам конкретные практические шаги. Позвоните нам, и мы поможем связаться вам с руководителем программы «Дышите свободно» Владимиром Ивановым. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok